Здравствуйте, уважаемые читатели свободной прессы! Меня зовут Антон Мордасов. Сегодня у нас в гостях заместитель директора института стран СНГ Владимир Леонидович Жарихин. Владимир Леонидович, тема опасности на постсоветском пространстве. Начнем с Украины. 5 сентября будет очередная встреча контактной группы. В Минске проводились переговоры Порошенко и Путина. Вроде бы идет диалог и ищется компромисс. Вчера было такое сообщение от представителей ДНР и ЛНР. Пургин заявил, что они готовы остаться в составе Украины, но на особых условиях. Сегодня уже новое сообщение от того же Пургина, что это неверно. Вы всегда говорите, что компромисс возможен в любой ситуации. В различных интервью вы говорите, что Россия уже показала себя таким миротворцем, уже два раза имеется в виду чеченский кризис. На ваш взгляд, в этой нынешней ситуации возможно достижение компромисса? Возможно мирное урегулирование? Понимаю, в чем дело. Мне кажется, тогда успех в переговорах с чеченской стороной возник тогда, когда России удалось нащупать субъекта, который готов был самостоятельно принимать решение по главному вопросу войны имя. Ну это был тогда как бы второй человек в тамошней иерархии, потом президент Чечни, Ахмат Кадрёв. Я боюсь, что пока что такого субъекта в киевской власти нет. Слишком эти субъекты зависят от принятия решений за океаном. Поэтому переговоры-разговоры вести надо. Но у меня, например, возникает вопрос, а имеет ли полномочия, кстати, на всенародно избранный президент Украины принимать решение о войне имя? А тем более имеет ли полномочия всенародно избранный, но давно, бывший президент Украины Кучма принимать решение по тому же вопросу? Вот в чем проблема. Больше того, а имеет ли, так сказать, эти, если они какие-то высказывают позиции, являются ли эти позиции окончательными? Мы не раз наблюдали, как какие-то позиции, даже скрепленные подписями министров иностранных дел великих держав, Великобритании, а нет, Франции, Германии, Польши, немалая страна, просто на следующий день оказывались клочком бумаги. Поэтому, хотя с другой стороны, так сказать, абсолютно верно говорит и наш президент, то есть все-таки неправильно было бы, пусть каждая по-своему, но обе стороны, безусловно, великие державы, врученных конфликтах России и Соединенные Штаты. Решать вопрос о судьбе Украины, о судьбе войны и мира на Украине, между Соединенными Штатами России. Он правильно говорит? Решайте. Находите среди представителей Донецкой и Луганской республики, представителей Новороссии. Теском вы готовы вести переговоры и пока вы, так сказать, этого не сделаете и не будете все-таки обладать определенным багажом, багажом собственной субъектности, ничего с места не сдвинется. Потому что, к сожалению и это заметно, Соединенные Штаты не заинтересованы в скором регулировании этого конфликта. Для них другое дело, может быть, они не хотели бы, чтобы это было, как бы, вот так, так сказать, ну, что ли, это так сильно горело, там, на Украине, да? Не хотелось бы, чтобы это тлело, так как-то, да? Скорей. Ну, они заинтересованы, что вот такой Сомали посредине Европы, Россия проблема, Евросоюз проблема, Соединенные Штаты островок благополучия в этом, так сказать, горящем мире. Но, поэтому, готовы они выйти на субъект, но ведь проблема-то вот в чем. Я понимаю, так сказать, те, то есть ситуация, в которой находится Порошенко. Он сам себя, правда, в нее поставил, сразу скажем, так что сочувствия-то у меня нет, но я понимаю ситуацию. С одной стороны, на него, безусловно, оказывается, ну, главный инструмент любой оранжевой, любой цветной революции – это финансовый шантаж. Вот будешь неправильно себя вести, вот номера твоих счетов в таких-то банках, имей в виду. Ну, это вот… Янукович, это вот даже уже открыто говорилось, не тихо, а открыто. Я думаю, и ему говорится. Это первое. А второе – такой инструмент шантажа того же Порошенко, как правосектор, который явно находится, ну, если не под полным контролем, но уж точно под мощным влиянием страны посольства Соединенных Штатов. И шаг влево, шаг влево, да? И новый Майдан. Поэтому ситуация как бы не способствующая такому лучезарному оптимизму, честно скажу. Скажите, а то, что вообще американская сторона не присутствует на этих переговорах, ну, или присутствует в лице вот Эштон, да, непонятно, кого она представляет, то ли Евросоюз, то ли больше США. Вот почему, в принципе, американская сторона официально не присутствует на этих переговорах? В общем-то, американскую сторону опосредованно как бы нас всех там, так как Тольевини, она представляет ОБСЕ, и как бы нас всех, и Россию, и Европу, и Соединенные Штаты, и Канаду, да, как бы представляет, но на самом деле понятно, что их там нет. В этом-то и проблема. И даже однажды, вообще, так сказать, характерная особенность нынешней украинской власти, это уж точно, это они вечно говорят что-то много лишнего даже для себя, да. Однажды, а, это было после того, как Путин согласовал с председателем ОБСЕ, президентом Швейцарии, очередной, так сказать, пять пунктов там было тогда, Яценюк, так сказать, прямо брякнул. Ну, там американцев не было, чего смотреть на эти пункты. Вот и все. К сожалению, это так сейчас. Почему, так сказать, Соединенные Штаты так себя ведут, для меня, у меня как бы пока что нет единой версии. У меня, например, несколько версий. Понимаете, есть версия, ну что ли, нерационального поведения, потому что с видом оно нерационально, потому что, в конце концов, вся эта, так сказать, ситуация толкает Россию в объятия Китая. А то, что для американцев стратегически не очень выгодно, да. Но при этом, вроде бы, так сказать, к ноге, так сказать, ставится Европа, да. То есть, если нерациональное, то, так сказать, это некие комплексы и фобии нынешнего американского президента. То есть, все-таки он чувствует себя в полной мере первым афроамериканским президентом. Только вот без расизма я даю упор на слове «первый», а не на слове «афроамериканский». То есть, вот как Рузвельт был первым президентом-инвалидом, как Меркель была первой женщиной-канцлером в Германии. Вот он первый, так сказать, афроамериканский президент. Он считает, что он обязан быть выдающимся. А выдающимся быть не получается. И тогда какие-то комплексы и месть действительно выдающимся политическим деятелям. Путину и Меркель. Так сказать, это рационально, но ведь никто не отменял. Да, борьба монополий, борьба финансовых мешков, борьба за нефть, борьба народных масс, все есть. Но никто не отменял и личностный фактор в политике. И это вполне возможно, может быть, двигателем. Потому что я до сих пор уверен, что один из основных импульсов для того же Буша-младшего в его во многом иррациональной агрессии тогда в сторону Ирака это было доделать то, что не доделала папочка в свое время. Вот. Это, так сказать, иррациональное, личностное, так сказать, как хотите называть. И есть вторая версия, может быть, несколько фантастическая, а чем черт не шутит. Может, американцы сознательно создают некий полюс себе. Им не уютно жить на полярном мире, они создают полюс. Коммунистический Китай плюс имперская Россия. Вот центр зла, против которого мы должны все вместе объединиться. И тогда как бы и политика станет проще, и европейцев держать везде легче, и выбивать деньги на оборону, на вооружение тоже будет проще. Может быть, так, может быть, это их сознательная политика. Но пока что они ведут дело действительно к тому, чтобы вот рассоить Россию и Евросоюз, и они это, кстати, успешно сделают, и устроить из Украины вот вечный источник конфликтов на европейском континенте. Плюс выдавливает российские предприятия с европейского военка. Владимир Леонидович, скажите, вот вопрос такой. Вот сейчас очень много говорят о мире, да? Вот сейчас ополчение демонстрирует ряд крупных военных побед. Вот вообще в нынешних условиях для ополчения мир, он не то что нужен, да? Выгоден? Либо сейчас ополчению ведущему контр-атаку, да, ведущее наступление, там, есть мнение, что там и до Киева и до Днепра дойдут. Не выгодно сейчас вообще мирное урегулирование вопроса? Мне кажется, сейчас, тем не менее, им выгодно, может быть, не достижение соглашения, они прекрасно понимают, что это произойдет не скоро и не сразу, и не сейчас. Потому что можно там приводить массу всяких доводов сложных, хитрых, политтехнологических, а можно сказать грубо, Киев и Вашингтон не навоевались. И это знают ополченцы. И я не исключаю, что вот этот зонтаж, ну, они забросили предложение, потом как бы от него отказались, да? Они ничем не искуют, они прекрасно знают, что сейчас Киев не пойдет ни на какой компромисс, даже выгодный для него. Поэтому и забрасывают-то Киев, в общем-то, ну, казалось бы, для Киева очень даже выгодное предложение, вот сейчас схватиться. А они знают, что он не схватится, потому что ему не дадут схватиться. Те, кто опять же определяет судьбу войны и мира на территории Украины, к сожалению, находясь за океаном. И я так понимаю, что это знают ополченцы, поэтому они, так сказать, спокойно, как выражались в старые советские времена, рядятся в тогу миротворцев, потому что знают, что, так сказать, это им ничем не грозит, что Киев сейчас ни на какие соглашения не пойдет, ему это не позволят. Скажите, а вот, вообще, вот это контрнаступление, да, началось после определенных перестановок в руководстве ДНР и ЛНР. Так совпало ли это действительно? Конечно, было накопление сил, было формирование более регулярных, чем, так сказать, вот эти отряды отпора, которые поначалу формировались кое-как, уже структурировали первое и второе, так сказать, изнуяли киевские войска в оборонительных сражениях, выбивали у них наиболее сохранные и работоспособные, так сказать, эти самые вооружения. Поэтому я бы, вот, знаете, все-таки правильно древние греки говорили, древние философы, после того не значит вследствие того. В данном случае мне кажется, это тоже применимо. Вот сейчас тоже в Киеве, на волне, ну, там признают успехи ополченцев, даже в НАТО признали, вот сегодня новость была, говорят о том, что будут такие внушительные кадровые перестановки и в руководстве АТО, да, ну, и вообще в военном руководстве. Вот, на ваш взгляд, это такая суета, да, показная работа, ну, как вот и в случае военного положения, да, несколько раз в месяц возникает вопрос о военном положении, и понятно, что вот с грядущими выборами в Раду вряд ли на него кто решится, но этот вопрос постоянно поднимается, там, может, для имитации политической деятельности. Вот вообще какие-то перестановки возможны в руководстве? И есть на кого менять? Нет, ну, конечно, возможно, есть на кого менять, будем говорить прямо. Потому что, к сожалению, Киев воюет чисто по-советски, я бы сказал, и так же, как мы в свое время воевали в Чечне, методом пробы ошибок. Только эти пробы и ошибки искупаются огромным количеством жизней, как мы видим. Конечно, будут призваны другие командующие, те, которые уже прошли вот этот тяжелый, трагический опыт боев на местах. Они будут воевать лучше, будем говорить прямо. Поэтому в такой истерике бьется министр обороны, несет какую-то вообще полную чушь, именно по этой причине он понимает, что это произойдет. Поэтому, так сказать, недооценивать возможности, я не говорю о украинской, опять же, киевской армии, да, армии киевского руководства. Я бы тоже не стал все-таки худо-бедно с людьми, которые не очень понимают или совсем не понимают цели и задачи этой войны, которых призвали и так далее, но тем не менее, это все-таки армия государства, которая имеет достаточно большие ресурсы. Поэтому уж так совсем отказываться от переговорного процесса, даже на пике военных успехов, мне кажется, стране Новороссии не стоит. Скажите, еще один такой важный вопрос, вот я читателю тоже был вопрос, касательно вот этой антироссийской истерии, да, воспитания ее на Украине, вот очень много различных мнений, начиная от того, что это самостийное течение украинское, да, там, своя идеология, и заканчивая тем, что, в общем, большой роль в этом сыграл Запад, да, вот эта вся сеть НКО по воспитанию. Вот то, что сейчас на Украине, ну, не секрет, что есть определенная, да, антироссийская истерия, и не мы верем даже в СМИ, да, вот что здесь больше работы, да, работы вот чисто украинской идеологии, либо с западной руки? Ну, ведь, вы понимаете, западная, привнесенная западная идеология, это тоже чисто украинская. Не надо забывать, что всех, всех тех, большинство, большинство тех, кто служил вот в тех вот вспомогательных войсках, которые были у гитлеровской Германии с контингентом из западной Украины, их всех подхватили в Соединенные Штаты, в Канаду, и там, в общем-то, все эти годы, вот это варилось, вот это, так сказать, варьем вот этой вот незалежности, самостийности, противостоящей России, и все это, как бы, вот хлынуло на Украину после обретения ей независимости. При этом из чисто конъюнктурных соображений, укрепления собственной власти, президенты Украины, сменяющие друг друга, и Кравчук, и Кучма, они этому не противостояли, они, скорее, даже в чем-то этому способствовали. И поэтому сформировалось вот то, что в итоге очень точно, по-своему, назвал, называя свою книгу, Кучма, Украина не Россия, то есть формирование собственной государственности не на внутренних источниках, а на противостоянии, противопоставлении России. И это принимало и мягкие формы, как в книге Кучма, и жесткие, как в методичках партии «Свобода», «Правый сектор» и так далее. Но все это шло на то, что формировался целый слой молодежи, которая воспитывалась в противостоянии к России, воспитывалась в убеждении, что без России, только без России, Украины будет лучше. Это, да, сформировалось. А сейчас, и поэтому, какая же это мощная украинская сейчас пропаганда в средствах массовой информации, что они так задурили людей. Это упало вот на эту подготовленную почву. Вот сейчас. Ну и плюс, вы понимаете, что объективно все-таки потея Крыма во многом, так сказать, было очень болезненно для многих в центре и на западе Украины, и это тоже способствовало возникновению такого рода настроения. Ну вот, говоря о российской стороне, да, вот не секрет, что сейчас очень много мнений среди экспертов, среди политологов довольно известных о том, что были со стороны нашего руководства определенные просчеты по отношению к Украине, да, и вот говорят, что там ошибка самая главная была сделана в 2004 году, да, когда был допущен. Вот вы с этим согласны, что были определенные серьезные ошибки, ну вот, в нашей политике по отношению к Украине? Мне кажется, в тот момент уже у нас достаточно безвариантная ситуация-то была. Вот как же поддержали такого всякого Януковича, а кого он может было поддерживать еще? Ну, скажем так, Янукович, конечно, не подарок, но возьмет других деятелей. Уж Мороз еще в десять раз больше не подарок, уж более вот такого вот политического лидера трудно придумать, да, я уж не говорю, там, Пающенко, да, Тимошенко. Собственно, выбор-то был невелик. Первое. Второе, да, действительно, вот Владимир Владимирович говорил об этом, потому что, собственно говоря, Кучма сказал, вот мой преемник-то. Но ведь Кучма, он-то нашему-то президенту как бы сказал, что это преемник, которого он будет двигать и так далее, да. А в итоге, и, кстати, Марат Гельман, который в то время как бы был полицоветником у Кучмы, подтвердил эту мою версию, когда я ее высказал тогда еще, что Кучма-то играл в свою игру. То есть, он выдвинул, выбирая, во-первых, была, всегда была в тот момент, и она во многом до последнего момента оставалась, такая данность, что представитель Юго-Востока Украины должен на Украине в силу, так сказать, вот настроения населения побеждать в первом туре. Но при этом Кучма хотел, чтобы был представитель Юго-Востока, но чтобы он не победил в первом туре. И он специально выбрал Януковича, и специально засветил его две судимости. Чтобы был баланс, в условиях этого баланса он уже приходит, заготовленный Медведчуком Конституции, редакции 2003 года, где основным становится премьер-министр, и в ситуации вот этого противостояния он становится премьер-министром, который имеет президентские полномочия, по сути. Вот такая у него была идея. Он переиграл сам себя, но идея-то такая у него была. И вот эти игры в итоге появили к крахе и Кучмы, и в дальнейшем Януковича. То есть Януковича использовали как инструмент во многом. Вот если говорить о Януковиче, да, то есть когда он тут у нас в Ростове обосновался, то есть в такие основополагающие моменты он как бы делал заявления, но потом они стихли. То есть это вообще чем можно объяснить? И вообще для чего были те его заявления? То есть вначале он как легитимный президент вроде как выступал, да? Вот сейчас он вообще... Понимаете, в чем дело? Как это сейчас, об этом можно говорить? В 2005 году мы проводили большую школу политических технологий для руководителей региональных отделений против регионов, они почти тогда в подполье прибыли, приезжали у половины были вызовы в прокуратуру, в Крыму мы это делали. Там и Янукович участвовал в этих учебах, так посмотрел на него, и наши психологи посмотрели. Видимо, у него все-таки вот это... Вот это дело не в судимости, а дело в пребывании в лагерях. Вот какая-то была психологическая тяжелая травма. Он до какого... Производит впечатление вот это вот, да? Но до какого-то момента и он все сдает вдруг. Вот это у него и тогда было заметно, что это, может быть, психологическая травма сказалась на дальнейшей его жизни. Поэтому, так сказать, многие вещи трудно, опять же, объяснить рациональными какими-то действиями Януковича. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова